Я наигрался, и теперь мне очень хочется есть. Ммм, ну я не знаю, что съесть. Придумал! Фруктовый мармелад! Отлично, Жозе! Возьмём эти формочки, и мармелад будет в форме кролика. Мармелад в форме кролика? То, чего я хотел! Дай мне, дай мне! Тише. Сначала нужно всё приготовить. Но я уже готов. У нас здесь вода. Сейчас мы добавим в неё порошок. Клубничное сухое желе. Помешаем. Мармелад из чего-то перемешаем. И лимонный мармелад. Он очень-очень вкусный. Жозе, не пей. Нужно залить желе в формы. О, нет. Я решил, что это сок для желе. Прости меня. Ладно. Сделаем ещё раз. Ладно. Держи формочки. Теперь поместим их в холодильник. О, нет. Холодильник полный. Мне придётся что-то из него убрать. Да, но что ты будешь с этим делать, Жозе? Да. Минуту. Эмм. Вот и всё. Что это? Волшебное зелье? Я добавлю немного для лучшего вкуса. Думаешь, хорошая идея? Конечно. Нужно выждать, чтобы охладилось. А я умею ждать. Сколько времени это займёт? Недолго. О, нет. Слишком долго. Всё готово. Мармеладки-кролики. Красный кролик, жёлтый кролик и зелёный. Пора их съесть. Странно, Жозе. Это из-за волшебного зелья. Скорее лови их. Ох, ох, я так устал. Я не могу бегать. Я сдаюсь. Жозе, если ты чего-то сильно хочешь, то сдаваться нельзя. Нужно придумать план. Ах, план? Дай подумать. Бежать? Схватить их? Придумал. Теперь мне нужен мармелад в форме морковки. Крольчонок, смотри, что у меня есть. Мармеладная морковка. Молодец, Жозе. Всё получилось. Очень вкусно. Добрый день, госпожа оператор. Я звоню узнать по поводу своего аппарата для сладостей. Ура! Она сказала, что его доставили. Круто, Жозе. Должно быть, он уже стоит у дверей. Он здесь. Наконец-то мой аппарат для сладостей у меня. Я так долго его ждал. Жозе, как этот аппарат работает? Всё очень просто. Кладёшь фрукт с одной стороны, сладости выходят с другой. Круто, да? Ух ты! Он производит сладости? Прочтём инструкцию. Это слишком долго. Эта инструкция большая. Нужно лишь положить фрукт и нажать на кнопку. Глазам не верю. Этот аппарат прямо то, что мне нужно. Ау! Что дальше, Жозе? Теперь сделаем больше. Три для меня. Одна тебе. Пять для меня. Две для тебя. Смотри, здесь есть ещё кнопки. Интересно, для чего они? Лучше прочесть инструкцию. Нет, это лишнее. Я положу много фруктов, нажму на все кнопки сразу, и будет у нас вечеринка со сладостями. Я говорил. Надо было прочесть инструкцию. Прошу аппарат для сладостей. Заработай опять. Я всё решу. Смотри, что за красная кнопка? Жозе, красные кнопки всегда для экстренных случаев. Это экстренный случай. Хочу ещё сладостей. Ура! Это то, чего я хотел. Жозе, а я? Я тоже хотел. Ой, извини. Значит, теперь нам придётся приготовить ещё больше сладостей. Мне пора подкрепиться. Я очень-очень проголодался. О, нет, здесь ничего нет. Кто съел всю еду в моём холодильнике? Это ты. Ой, совсем забыл. Интересно, есть что-нибудь ещё? Что-нибудь очень-очень вкусное? Думаю, есть. Там в кладовке был попкорн. Надеюсь, он всё ещё там. Ух ты! Есть хотя бы попкорн. Пакет просто огромный. Я приготовлю. Слишком много попкорна? Нет, совсем немного. Я так проголодался. К тому же он вкусный. Беги, Жозе. Жозе, ты там цел? Что ты наделал? Идеально! Дождь из попкорна. Этого я и хотел. Тогда ешь, пока не упал на пол. Видишь, Жозе, ты положил слишком много. Дождь из попкорна не остановить. Нужно это исправить. Ладно, но чем мешает небольшой дождь из попкорна? Жозе, где же ты? Я здесь! Где же я тебя не вижу? Прямо здесь! Я знаю, что делать! Молодец, Жозе. Ты сам решил эту проблему. Кажется, я переел. Больше никогда не буду есть попкорн. Ох, Жозе, всего лишь одну штучку. На улице сегодня очень жарко. Мне нужно выпить сока. О, нет, он закончился. А я так хотел выпить холодного сока. Жозе, не проблема. Выжмем еще. Какие фрукты возьмем? Ммм, дай подумать. Я понял. Разные. Что это, Жозе? Волшебные капли. С ними наш сок сразу станет намного вкуснее. Ух ты! Разноцветный сок. Пора попробовать. Это был самый вкусный сок, который я когда-либо пил. Жозе, твои волосы. Что? Они тебе нравятся? Тебе стоит посмотреться в зеркало. Да, Жозе, похоже, ты зря смешал сок с волшебными каплями. Дай-ка еще взгляну. Кажется, желтые волосы мне вполне к лицу. Ну, а красные? Красные? Ай-яй-яй. От апельсинов мои волосы стали желтыми. От арбуза мои волосы стали красными. А от лайма они стали... Теперь волосы зеленые. О, нет! Теперь я выгляжу как брокколи. Жозе, хорошо быть неповторимым. Каждый красив по-своему. Я только привык к зеленым волосам. Но если я продолжу мигать, как гирлянда, меня повесят на новогоднюю елку. О, нет! Тише, тише. Нужно придумать, как все исправить. Придумал! Молодец, Джозе. Все получилось. Какой сок был на этот раз? Это вишневый сок. Очень вкусный. Но мне от него еще больше хочется пить. Выжмем еще сока. Сегодня отдохну на природе. Наконец-то я увижу падающие звезды. Будет здорово, Джозе. Ведь метеоритный дождь случается только один раз в тысячу лет. Представляешь? В тысячу лет? Тогда я должен во что бы то ни стало увидеть метеоритный дождь. Смотри, что я взял с собой. Ух ты, здорово! А вот то, что я взял с собой. Та-дам! Ух ты! Я поставлю ее здесь. Чтобы увидеть метеоритный дождь, нам придется немного подождать. О, нет! На небе сейчас облака. Ничего не видно. Не переживай, Джозе. Пойдем туда. Там нет облаков. Ура! То, что надо. Ух ты! Красиво! Я его вижу! Метеоритный дождь! Я ничего не вижу. Где он? Вон там! Ох, Джозе, это вовсе не звезды. Это же просто светлячки. О, нет! Пойдем туда. Ладно, побежали. А то я не хочу ждать метеоритный дождь еще тысячу лет. Отличное место. Смотри, все идеально. А я разведу костер. Что это за звук? Неужели медведь? Нет, это мой живот. Поедим зефирки, чтобы он перестал урчать. Поищу в палатке. Где мои зефирки? Где же они? Посмотри, метеоритный дождь, бывающий раз в тысячу лет. Это метеоритный дождь. Жозе, Жозе, беги, беги, звезды! Что, что? Идет метеоритный дождь? О, нет! Он закончился! Загадай же желание. Что же ты загадал? Та-дам! 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 Продолжение следует...